всем привет меня зовут иван безруков я дизайнер интерьера на моем канале я рассказываю как правильно и красиво делать планировки как создавать атмосферный дизайн и как делать качественный ремонт поэтому еще раз подписывайтесь на канал здесь полезно сегодня я рассказываю про двухкомнатную квартиру в жилом комплексе архитектон эту квартиру приобрела молодая пара замечательных красивых перспективных людей которые обратились ко мне вот с таким запросом читаю хотим чтобы была кухня гостиная спальня вторую комнату пока можно сделать кабинетом но в перспективе она будет детской но люди-то молодые поэтому дело-то такое сегодня ребенка нет а завтра он об и есть нужно гардеробная комната ванная туалет чтобы комнаты все были удобными с достаточным пространством для хранения вот люди молодцы задумываются о том где они будут вещи хранить но в то же время чтобы комната были не перегружены мебелью а что для этого нужно сделать правильно все скрыть сделать шкафы невидимыми чтобы абсолютно все вещи попрятать хочется лаконичный и практичный дизайн чтобы в квартире было все лаконично спокойно она квартира должна успокаивать мысли вот такие пожелания поступили от наших замечательных клиентов вот такая планировочка и соответственно с ней я начал работать в первую очередь мы должны продумать хранение чтобы у нас ничего не валялось не раздражало наши глаза обратимся к планировке от застройщика на первый взгляд вроде бы обо всем он подумал есть шкаф прихожей и даже прихожая при этом остается достаточно просторной и даже здесь можно что-то напротив входа поставить как это я люблю делать в комнатах есть шкафы предусмотрены это хорошо кухня гостиная 24 метра этого недостаточно я всегда говорю для кухни гостиной столовой 24 метра маловато все-таки где-то от 35 вот это хорошо но ничего попробуем и в эти квадратные метры красиво расставить мебель ну а самая главная проблема это туалет и ванна они очень маленькие туалет 2 и 4 квадратных метров ванная 4 и 3 квадратных метров при этом в ванной стоит стиральная машина я всегда против такого решения хотя знаю что вы его ну не приемлете что ли многие пишут в комментариях а что стиральная машина в ванной комнате прекрасно куда же ее счет оставить я вам предлагаю вот как подумать когда стиральная машина стоит в ванной она становится очень утилитарной а я предлагаю вам рассмотреть в ванную комнату как комнату для кайфа то есть в ней надо отдыхать это еще одна полноценная комната и первый шаг к этому убрать стиральную машину из ванной здесь она есть но в общем посмотрим что можно с этим сделать итак поехали мой вариант планировки первое с чего я начал это с ванной комнаты в варианте от застройщика здесь только одна ванная комната а это значит когда семья расширится появится ребенок будет выстраиваться очередь чтобы помыться это неправильно нужно иметь два помещения одно с ванной другой с душевой и тогда проблем не будет все будет хорошо и правильно поэтому я решал задачу следующую расширение санузла для этого я сдвинул вот эту стенку в глубь ванны увеличил санузел и у меня сюда влезла душевая кабина а точнее это душевой поддон со шторками можно стеклянные можно тканевые но специальные которые не пропускают влагу внутрь я установил унитаз и повесил душевую лейку такое решение мы используем достаточно часто когда есть затруднения в площади у нас получилось поставить огромную раковину на 80 сантиметров обратите внимание застройщик раковины ставят очень маленький узенькие вот такие вот ну никому такие не нравятся потому что хочется что-то поставить на борта этой раковины поэтому раковину нужно ставить больше вот обязательно на это смотрите в моем варианте раковина большая то есть все хорошо и предусмотрено хранение вот этот вот узкий шкафчик вдоль стены снизу спрятаны коммуникации то есть это трубы к унитазу которые идут а вот эта часть полностью открывается как шкаф и мы там храним очень много всего все что захотите глубина буквально 20 сантиметров позволяет спрятать все принадлежности которые необходимы для санузла в ванной а также для глажки туда тоже все можно запихнуть у нас увеличился санузел но ванна уменьшилась соответственно чтобы ванна не уменьшалась перегородка которая была между прихожей и ванной тоже подвинулась в сторону прихожей чтобы сохранить размер ванной комнаты и в эту ванную комнату поместилась сама ванна раковина и большой шкаф где стиральная машина уборочный инвентарь гладильный можно инвентарь туда поставить если не охота таскать в санузел в душевую и еще осталось много мест хранения которого в квартирах всегда не хватает например хранить чемоданы конечно получилось так что здесь нет унитаза но если унитаз поставить то тогда мы лишаемся места под стиральную машину вот стиральную машину как я говорил нужно всячески прятать я вообще сторонник убирать ее полностью из ванной комнаты но в данном варианте этого сделать не получилось никуда в квартире поставить ее не удалось поэтому она осталась ванной комнате но я ее скрыл шторками шторки тоже кстати отлично вариант если вы погуглить и посмотрите в пинтересте как за шторки прячутся шкафы и всякие прочие что мы хотим скрыть то есть это не обязательно дверцы должны быть то есть шторки и красиво и удобно ну например в чем удобство так вот в этом крайнем месте в угловом там где раковина стоит то есть обыкновенную дверку вы просто не откроете она упрется в раковину а шторка запросто вы туда завернули посмотрели шторку отодвинули все очень удобно идем дальше прихожая прихожая уменьшилась за счет того что эта перегородка сдвинулась и уменьшила ширину коридора что я делаю я ставлю узкий шкаф узкий шкаф глубиной 35 сантиметров зачем это самый удобный шкаф под обувь наша обувь как раз такого размера что в 35 сантиметров влазит в один ряд обувь это нижние ряды сверху например вы можете поставить сумки вот дамы вы например задумывали сколько у вас сумочек и где вы их будете хранить ну если даже у вас их штук пять-шесть то они уже займут достаточно приличное место а также шапки шарфы перчатки еще куча 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 всего вот в этом узком шкафу хранить очень удобно куда же делся шкаф под одежду с плечиками а он у нас появляется напротив входа вот этот шкаф всегда делается глубиной 60 сантиметров для того чтобы развешать плечики здесь две штанги внутри этого шкафа нижний уровень верхний уровень и вся верхняя одежда висит аккуратненько в этом шкафу и кроме одежды на плечиках здесь ничего нет сам шкаф для одежды и шкаф для обуви полностью скрыты за невидимыми дверками которые заподлицо со стеной и даже могут быть того же материала что истина это позволяет сделать тот лаконичный дизайн который запрашивали клиенты я знаю что многие любят лаконичный дизайн современные минималистичные чтобы ничего не выступала даже ручек чтобы не было вот такое решение как раз именно для этого кроме шкафов есть зеркало вот она располагается и знаете почему здесь потому что когда мы идем по коридору мы видим прямо это зеркало это украшение этого самого коридора это такой отвлекающий элемент на который будет концентрироваться взгляд и отвлекать нас от большого количества дверей которые направо налево здесь в данной планировке не избежать этого коридора я их конечно не люблю но что делать коли он здесь есть и никак этот не изменить помимо зеркала есть естественно пуф на который можно присесть этот пуф с небольшой надстройкой на которую можно класть ключи перчатки сумку поставить когда пришел домой поэтому этот элемент просто необходим в любом интерьере так что вот обязательно предусматривать это просто банально удобно дальше я работал над комнатами над спальнями я их поменял местами у застройщика детская комната была ближе всего гостиной а спальна удалена я поменял их местами и сделал спальню ближней к гостиной а детскую дальше зачем я это сделал для того чтобы если вдруг к родителям пришли гости и какой-то не знаю застолье вечеринка в общем пространстве проходит чтобы это не беспокоило ребенка который например вечером уже отдыхает спит не знаю читает почему потому что сквозь тоненькую перегородку звук легко проникает в комнату ну и сами вы наверное можете вспомнить когда вы лежите около стены уже тихо и вы слышите как кто-то разговаривает соседней комнате или там телевизор громко играет а родители все равно позже ложатся и вообще если у них там вечеринка идет они в спальне их по-любому нет поэтому вот логика заключается именно в этом ну и когда дети подрастут например стали подростками не знаю останется эта квартира у заказчиков или нет но когда дети подростки то удобнее всего когда эта комната располагается к входу ближе всего к входу в квартиру вот чтобы они со своими друзьями не шастали по квартире а сразу к себе в комнате шасть туда-обратно туда-обратно какое здесь еще интересное решение на мой взгляд я применил я изменил конфигурацию стен для чего вот обратите внимание перегородку я поменял для того чтобы со стороны спальни можно было встроить большой глубокий шкаф напоминаю глубина 600 миллиметров для плечиков и фасад этого шкафа допустим деревянный его обязательно нужно продлить вот по этой стене чтобы вся стена казалась монолитной одинаковой однородной и тогда мы соблюдаем главное требование заказчиков чтобы все было лаконично прибрано ничего не раздражало взгляд кровать напротив кресло рядом с кроватью на это кресло удобно но естественно присесть а также вечером на него можно плед бросить тут же макияжный столик напротив окна это очень красивое решение когда напротив окна стоит консольный столик с небольшим зеркалом во-первых светит из окна очень хорошо солнечный свет а во-вторых вот это вот все красивое напротив окна и получается такая многоплановость сначала смотрим на красивый консольный стол потом на окно потом то что за окном многоплановость вот это очень интересное решение со стороны детской там где выперла эта стена я ставлю стеллаж а там где получилась ниша со стороны детской шкаф в детской большой шкаф не нужен то есть здесь где-то примерно на метр 20 метра 30 шкаф будет по ширине и в принципе это достаточно для всех вещей кровать но естественно стол для будущих уроков пока будет малыш эту большую кровать можно не ставить стол можно не ставить оставить пустое пространство собственно и все маленькую кровать маленькую там ну что там как комодик пеленальник а пока ребенок вообще не появился то здесь может стоять просто один рабочий стол и эта комната может быть использована как кабинет и будет использоваться как кабинет остается кухня гостиная как я сказал 24 квадратных метров это очень мало и очень часто сейчас от застройщиков мы видим вот такую конфигурацию вытянутое помещение в торце окно и почему-то в дальнем от окна месте стоит кухня кухня это такая вещь которой мы пользуемся постоянно поэтому кухню желательно располагать как можно ближе к окну здесь сделано совершенно не так она находится в самом темном месте поэтому там постоянно будет гореть свет скорее всего и еще застройщик предлагает сделать ее буквой г это на мой взгляд одна из самых неудачных конфигураций хотя я знаю что многие любят именно так и делают почему я не люблю потому что кухня но представьте состоит из кубиков этих кубиков много это как коробки наставили соответственно они нас давят своим объемом кухню надо делать максимально невидимой ее нужно скрывать и в моем варианте я делаю кухню из двух частей первая стоит вдоль стены вот как в этом варианте но такой кухне недостаточно поэтому я добавляю второй элемент но это не кухня это комод это выглядит необычно но зато очень красиво и это прямо по дизайнерски какую задачу решает этот комод в него мы складываем все вещи предметы которые не не влезли в кухонные гарнитуры на него мы можем поставить чайник кофемашину тостер в нем мы можем хранить хлеб салфетки чашечки ложечки бар устроить и все что угодно то есть этот такой вспомогательный элемент хранения но при этом он красивый вот опять же как в примере который мы делали уже и выглядит красиво и удобно пользоваться и отзывы положительные клиентов поэтому берите на вооружение когда у вас вот такая конфигурация делать нечего вот этот вариант который я предлагаю он гораздо удобнее красивее чем обычная угловая кухня удобнее тем что нету вот этого угла а он всегда мертвый получается то есть туда залезть сложно а делать туда вот эти все карусели которые выезжают ну тоже так себе удобства но и стоит очень дорого сейчас все эти механизмы это просто каких-то адских денег стоит у меня просто прямо подходишь к кухонному гарнитуру и пользуешься им как надо все очень удобно но и красиво вот эта часть скрыта а вот это она просто симпатичная вот этот комод то есть он может быть любым в любом дизайне отличающимся от кухни нарядным он стоит по одной оси со столом это ось продлевается в коридор и вот таким образом я выравниваю визуально пространство это очень важно и перпендикулярно идет другая ось на которую тоже как бы нанизывается стол и вот в этом пересечении потом можно повесить какую-то красивую люстру а дальше это все ушло в гостиную в гостиной большой диван напротив телевизор кресло журнальный столик ковер ну в общем все как полагается это же располагается все это по осям в такие пространства небольшие я не рекомендую ставить угловые диваны потому что они пожирают весь воздух и простор самое главное наша задача дизайнера помимо того что нужно сделать удобно и красиво нужно сделать так чтобы было ощущение простора что для этого нужно для этого нужно ставить облегченную мебель никаких угловых на ножках чтобы воздух гулял вокруг и даже диван мы отодвигаем от стены чтобы между диваном и стеной осталось пространство и в это оставшееся пространство можно пожалуйста поставить цветы окажется что вы сидите как будто как в джунглях то есть вот такой интересный эффект можно поставить полочку с книгами можно прислонить картину к стене это тоже очень дизайнерский при а можно ничего не делать просто оставить воздух чтобы он как бы вот гулял так сказать вокруг диван я понимаю так не принято все пытаются использовать каждый уголок в квартире но в том и фишка что нарушая правила вы делаете квартиру интересней и визуальнее свободней просторней вот такие вот интересные решения приемы и фишки на этом все друзья пишите в комментариях понравилось вам или нет как вам решение с ванными душевыми что думаете по поводу не угловой кухни меня прямо вот от вас интересно хотя я предвижу что вы уже напишите да ты чего угловая кухня это самое удобно аргументируйте в комментариях не так что это говно я молодец все знаю а ты ничего не знаешь идиот аргументируйте вот я постарался вам аргументировать ну на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока да пребудет с вами муза